всем привет добро пожаловать в новое видео за окном уже полным ходом осень у нас сильно похолодало и я решила перебрать свою косметичку присоединяйтесь а я сегодня вам покажу что я выбрала для себя не только на этот сезон но и сразу на зиму это то что доставляет мне удовольствие и сам процесс нанесения макияжа меня как-то расслабляет умиротворяет возможно это своего рода медитация в общем присаживайтесь поудобнее и поехали у меня как у косметического маньяка произошла большая радость когда-то у меня был тональный крем о котором я прожужжала вам все уши он настолько хорошо мне подходил к сожалению он из люксового сегмента но потом он пропал с полок наших магазинов я очень сильно расстроилась и тут я захожу нашу сифору и вижу что он снова в продаже речь идет о тональном креме от бренда шисейда сияющим финишем с увлажняющими свойствами с легким но при этом достаточным на каждый день покрытием он совершенно не ощущается на коже он делает ее здоровой красивой такой излучающей здоровье и молодость и даже если у вас жирная или комбинированная кожа и вы предпочитаете все то что я только что перечислила попробуйте и мне нравится то что у него есть разные подтоны вот после лета и когда немножко загорелая мой оттенок n3 а зимой когда я своего естественного природного цвета мой тон n2 я взяла себе n3 сегодня он на мне дело в том что у меня собралось довольно много слишком светлых еще и дорогих еще и таких капризных тональных кремов которые наносятся не так как мне хотелось бы и я планирую потом их смешивать если подсобираю денег то куплю себе и просто чисто n2 на зиму я помню когда у меня были эти тональные кремы в двух оттенках я часто так делала и этот тон преображает даже самые безнадежные в общем я так довольна и мне нравится то что он не смотрится маской он как будто усаживается на коже сливается с ней и довольно неплохо держится на комбинированной коже склонные к сухости у меня есть расширенные поры есть проблемные участки иногда появляются шелушения но вот этот тон способен решить каждую мою проблему и позволяет мне выглядеть более свежей я совсем забыла вам сказать что по ходу этого видео я не только буду показывать то что я выбрала для себя на холодное время года я обязательно также буду называть какие-то альтернативы и более доступные опции не могу сказать что это прямо аналог люкса и аналог предыдущего тонального крема но это тот тон с которым я недавно познакомилась он оставил приятные впечатления я продолжу им пользоваться и тестировать его это новинка от бренда эволайн линейка wonder match только это версия люми то есть тональный крем с эффектом сияния предыдущий помните был с такой черной крышечкой тоже в матовом стекле с золотом очень даже благородно выглядит и этим приятно пользоваться он не ощущается на коже абсолютно комфортный и плотность покрытия у него наверное средняя к легкому также как в шисейдо и мне нравится то что у них есть разные подтоны сейчас вот на данный момент больше всего мне подходит номер 20 прежде чем я снова нашла в продаже тональный крем от шисейдо я говорила вам что я нахожусь в поиске чего-то по дороге накупила кучу всего дорогущего но неважно я снова вернулась к проверенному варианту от которого я по-настоящему кайфовала большую часть этого года это биби крем от бренда пупа оттенок 0 1 пока что мне подходит но боюсь что скоро мне придется отставить его в сторону до момента нанесения автозагара или даже до следующей весны это жирный минус и он состоит в том что нет более светлых оттенков а так этот биби крем это просто знаете как увлажняющий крем который ты наносишь и твое лицо преображается за счет легкого тонирующего эффекта его можно наслоить и перекрыть все что необходимо но вы не ощущаете что у вас на лице есть какой-то макияж и летом он хорошо держался он такого знаете пластичный чем бы ты его не нанес все хорошо получится границы растушевываются без проблем и даже летом в самую сильную жару он все равно держался а если где-то что-то было не так раз раз подправила и все снова идеально это действительно один из лучших биби кремов тонирующих кремов которые я попробовала в этом году если же мне будет лень наносить автозакар то я просто напросто переключусь на биби крем от бренда миша он кстати у меня не в самом светлом оттенке но здесь немного другой подтон он не такой загорелый как у биби крема пупа и все же он посветлее а так по своим свойствам по поведению на коже они очень похожи и вот так же можно наслаивать здесь spf 25 я помню что я заказывала его в холодное время года и тоже использовала иногда весной и мне нравилось как он ощущался на лице и как он себя ввел в течение дня и он такой кремовый как будто насыщает кожу влагой защищает тоже от воздействия холода ветра там мороза всех вот этих прелестей которые уже постучались в дверь потому что у нас наступило резкое похолодание даже кожу хочется приодеть потому что она у меня супер быстро пересыхает если ничего не менять и ничего с ней не делать с пудрами все гораздо проще у меня закончилась моя любимица от ауэр глаз кстати я очень долго и использовала вот здесь только по краям но уже невозможно набрать на большую пушистую кисть а я наношу ее не стесняясь не только по периферии а прямо на все лицо чтобы хотя бы создавать видимость того что я счастливая здоровая молодая красотка это действительно уникальная пудра есть похожие средства но все равно она самая не миловая она и с одной стороны вуальная но она дает немного дополнительного покрытия она так красиво рассеивает цвет это такое свечение кожи которое очень сложно найти это не метеориты это нечто другое и если вы где-то что-то не дорастушевали это пудра тоже сглаживает неровности погрешности макияжа несмотря на то что она очень сияющая она все равно это делает но не подчеркивает несовершенство то есть неровности я понимаю что не всем это понравится еще и на все лицо потому что есть те кто предпочитает сатиновый финиш в таком случае я могу вам посоветовать пудру от мак она у меня есть эта линейка минералайз мой оттенок мидиум и эта пудра которую я тоже хвалила много лет и она меньше сияет и дает чуть больше покрытия так вот я взяла себе точно такую же hourglass заказала в нашей нет 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 не все форе а в дугласе я взяла с 25 процентная скидка и потому что ну была такая акция в выходной день и я решила это знак надо брать это вот две пудры из люксового сегмента на которые я как видите тратить уже не впервые в качестве альтернативы пудре от hourglass могу вам порекомендовать пудру golden rose из линейки new look она чуть более сухая и пудровая чем hourglass но все равно она придает коже свечение единственный минус она в таком вот видите оттенке не самым светлым и светлее нет она одна такая у golden rose в качестве замены альтернативы кауэр глаз и если вы не супер светлая девушка то советую попробовать я должна вам признаться что в последнее время я так крепко и по-настоящему влюбилась в кремовое средство для скульптурирования и бронзирования и раньше ими пользовалась и были неплохие варианты но по-моему сейчас возможно я научилась ими пользоваться и выбрала правильные кисточки и как-то так все сложилось пазл сошелся как говорится и раньше когда мне нужен был гарантированный результат особенно для съемки видео чтобы без всяких там приключений я выбирала пудровые средства а сейчас неважно для каких целей я беру кремовый бронзер кремовый скульптор и вуаля сейчас у меня есть всего один кремовый скульптор но я скажу какой тоже стоит вашего внимания это кремовый скульптор в оттенке эмбер от фенти бьюти я давненько его покупала он до сих пор не испортился проверила нет никакого странного запаха он все так же хорошо работает это правильный серо-коричневый оттенок и он такой пластичный он мягкий он растушевывается в идеальную тень и он хорошо носится то есть мое скульптурирование и бронзирование не исчезает в полдень и в качестве замены могу вам посоветовать стики от кико у них тоже есть классные оттенки они чуть менее кремовые чем фенти бьюти я обязательно пересмотрю свои старые видео свое к сожалению отдала от кико но в инфобоксе вы найдете точный номер того который был у меня кремовый бронзер у меня сейчас от шанель только у меня более светлый оттенок раньше он у нас польше не продавался возможно во всем мире тоже новый это оттенок 390 и вот я пробовала классический он был для меня слишком каким-то пластилиновым слишком рыжим и темным этот будет посветлее если присмотреться то в нем есть легкие мелкие мелкие светоотражающие частички на коже они конечно незаметно но мне кажется что он просто более естественно смотрится на лице за счет этого он такого цвета под печеной печеньки не рыжий прям рыжий и не оранжевый и для моего цвета кожи он подходит очень хорошо почему мне сначала не нравился я набирала его слишком много и тогда создавался очередной слой макияжа я такое не люблю мне нужно чтобы это было одно целое просто с разными оттенками что вы знаете вот макияж как-то сливался чтобы не было вот этого тут у меня бронзер нашпаклеван и тут еще слой румяна тут еще что-то нет я такого не люблю и наконец-то я нашла те кисточки которые распределяют хорошо и тональный и бронзер и скульптор и кремовые румяна я раньше чаще всего выбирала губку для нанесения тона сейчас как-то переключилась на кисти вот у меня одна для всего для одного нанесения макияжа то есть каждый день я их мою или меня это кисть real techniques вот такой формы она из какого-то набора из iherb но она хорошо служит и классно подходит для тона для консилера даже для скульптурирования для чего угодно универсальная вещь и вот такая от 17 в качестве замены бронзеру от chanel кстати даже более удобная вам не придется танцевать с бубном подбирать какие-то кисточки этот бронзер супер простой в нанесении а по эффекту вы получите то же самое это physicians formula их вот этот маслянистый бронзер у него кстати очень мягкая необычная текстура оттенок здесь будет посветлее у меня был и более темный вот этот кстати наверное даже лучше подойдет мне именно на зиму когда я совсем уже растеряю свой загар и вот такая приятная текстура мягкая вот действительно как масло потому что это средство которое втушевывается в вашу кожу и и цвет симпатичный у меня самый светлый и вы знаете он тоже дает эффект вот такой холеный чуть-чуть поцелованной солнцем кожи без блесточек но это не меловой бронзер упаковка конечно могла бы быть более удачная но само по себе средство вот если бы его переложили там не знаю в коробочку лора мерсье все охали бы и ахали бы потому что по качеству это люкс цветами румян я конечно вас сейчас шокирую это модно но я хочу вам сказать что я начала использовать такие румяна раньше они создают эффекты baby face такой вот свежести какой-то невинности и здоровья вы можете выбрать похожие румяна от других брендов также может быть разная текстура разный финиш но тут самую большую роль играет именно цвет первые румяна от бренда клиник это линейка chic pop и у меня номер три возможно уже эти румяна сняли с производства они у меня лежали в коробочке запечатанные я как-то до этого их не использовала мне казалось что они слишком яркие но фишка в том что мы набираем совсем чуть и наносим на яблочки вот обязательно попробуйте это ну вот не знаю как-то сначала непривычно а потом ты понимаешь что ты такой бодрячок с этими румянами иногда когда уже накрашивать что не хватает румяна добавляешь и сразу все как-то играет совершенно другими красками эти румяна с небольшим переливом и я чаще всего выбираю именно такие матовые или сатиновые в том случае если у меня есть на лице высыпания кремовые румяна похожего цвета тоже в категории таких поросящих розовых простите но они правда очень яркие или барби розовые давайте так наверное поприятнее это фэнти бьюти номер четыре это даже не кремовые румяна а как гелевые потому что они ложатся полупрозрачные так или кисточкой или спонжем набирают да и на яблочке дальше растушевываю к виску и таким образом у нас еще и получается лифтинг эффект мы с вами обязательно сделаем такой макияж во влоге и эти румяна тоже можно использовать в качестве помады любые кремовые покупаете вот розовые да наносим на лицо и потом добавляем остатки поверх карандаша у вас получается гармоничный простой супер фреш макияж универсальными средствами вот я видела что у бренда поэза в пудровой именно версии есть такие яркие румяна но не перебарщиваем пушистой кисточкой и по чуть-чуть лучше добавить чем нарумяниться на сто пятьдесят процентов и сидеть в виде матрешки не знаешь что делать дальше иногда даже пудра не помогает это все растушевать поэтому знаем меру я еще зимой купила себе знаменитые румяна от dior и только вот недавно начала ими пользоваться все хотела сделать тест-драйв в инстаграме но пока что мне не до инстаграма у меня эти румяна в оттенке один я еле их выловила их настолько распиарили что купить их это настоящий квест и фишка этих румян заключается в том что на лице они вообще не такие то есть ты набираешь на кисть наносишь и цвет подстраивается под твой оттенок кожи в зависимости наверное от уровня ph вашей кожи но я еще не видела что кому-то не подходил и когда я говорила девочкам что я купила но еще не пробовала все все мне написали ольте понравится сначала я с ними перебарщивала потому что я брала кисть наносила они еще не успевали сработать и такая что-то мало добавляю добавляю потом а теперь что делать поэтому тоже знаем меру и они дают такой сатиновый эффект небольшой перелив но без блесточек интересная штука не могу сказать что прям всем нужно за ними гоняться но вот розовые румяна попробуйте потому что мне кажется что сейчас многим особенно не хватает какой-то свежести я уверена что многим зайдет такой тренд и если например у вас есть яркая розовая помада можете начать с нее и вообще розовая помада можете использовать в качестве румян категория тени осень и зима это то время года когда мне хочется добавлять в свой макияж какие-то тауповые нотки сливовые а лучше чтобы это было все в одном и такие тени у меня тоже есть во-первых это мак хукс это такое таупово коричнево сливовое что-то что у меня сегодня тоже в небольшом количестве на веках этим теням 150 тысяч лет но я вот как любила их так и люблю это были одни из тех теней которые я купила в первую очередь мак и они так долго расходуются я-то откладываю достаю что-то другое но оттенок так красиво подчеркивает цвет глаз и вы знаете такой небольшой штрих макияжа а глаза играют по-другому очень классные тени они хорошо тушуются хорошо держатся мой такой фаворит вне времени и вот если раньше такой оттенок был только у мак то сейчас он представлен очень многих брендов и не только люксовых как минимум он у меня есть палетки от 17 или вот такой палетки от revolution у revolution миллиард и одна палетка я уверена что вы найдете его в какой-то из них у меня палетка expectation по моему или как-то так я заказывала ее давненько ну больше года тому назад на майкапе это та цветовая гамма которая мне нравится если у вас есть палетки от анастасии как минимум нескольких он повторялся то есть это такой пыльно сливово розовый с коричневыми нотками осенью и зимой я очень люблю такие тауповые сатиновые тени и у меня случилось помутнение разума этой весной или в начале лета я что-то вкрутила в руках разные тени псифори и схватила однушку от dior мне так понравился оттенок но у меня есть хорошая новость для вас точно такой же есть палетки где больше разнообразия оттенков и точно такой же и в том же dior есть палетка под названием nude dress там еще красивее финиш ну короче тени конечно классные я ими пользуюсь большим удовольствием мне нравится качество тени dior потому что они легкие они не делают века старше и этой пигментации мне достаточно для повседневного макияжа и более насыщенного и вот такие тени я наношу уже в самом конце после того как построю немножечко форму или просто прорисую складку века можно прорисовать межресничку у вас вообще получится шикарный простой дневной такой осенний смоки или если вы носите такие оттенки в другое время года то пожалуйста эти тени кайфовые но точно такие же есть палетки которую я обожаю я вот как-то весной и летом подзабыла они эта палетка от бренда пупа под названием rose addicted и здесь собраны невероятно красивые такие невестошные нежные цвета которые подойдут очень многим они подчеркнут красоту ваших глаз при этом скорректируют форму потому что здесь есть и темный оттенок и для складки века и розоватый и такое золото но не знаете вот не чисто какое-то желтое золото но очень красиво эти тени так невероятно сверкают я показывала вам макияж в инстаграме и вот этот оттенок он называется soft нет не soft pink metal beige наверное да они точно такие же как dior я вам серьезно говорю и есть еще вот такой нежнейшие розовые или на все века или в уголок или можно смешивать с другими единственный цвет из этой палетки это белый сатин наверное да я даже ни разу не пользовалась я просто вообще никогда не наношу такого плана тени лучше бы это был какой-то ванильный типа такой цвет шампань но почему-то он здесь а так эта палетка очень хорошая по качеству и и тоже от души вам рекомендую у них есть и базовая такая полностью матовая коричневая мне очень нравится вся вот эта подборка natural addicted по моему они по-разному называются но у меня есть все или были все и все я любила возможно часть просто раздала категория губы хоть она и в самом конце по какой-то такой сложившейся традиции потому что чаще всего именно так и крашусь все равно она одна из моих самых любимых даже в те дни когда я практически не крашусь губы я не пропускаю мне нравится подчеркивать контур и ну как минимум что-то для легкого оттенка и для увлажнения мои любимые карандаши можно разделить на категории холодный нюд разной интенсивности и что-то в стиле пилоток пилоток это тот карандаш который я заканчиваю до самого минимального огрызка и он даже не появляется в пустых баночках но это тот карандаш на который я готова тратиться очень красивый оттенок розово-коричневый но он освежает он даже вот знаете преображает твой внешний вид при этом он пигментированный и он очень многим подойдет есть аналог от nix напишу вам название внизу но у них все-таки чуть-чуть отличается оттенок и charlotte tilbury более кремовый или же если вы хотите помаду такого цвета тупилоток я вам не советую зато у бренда 17 есть жидкая матовая помада с ней вам даже не понадобится карандаш это жидкая матовая помада в номере шесть она у меня тоже есть не стала приносить потому что это тоже мой любимец всех времен и народов 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 и у меня она к счастью в двух экземплярах и пока что еще не закончились на очень долго хватает что касается холодных нюдовых карандашей я люблю их сочетать с более яркими помадами как сегодня но такими в меру яркими да тут тоже что-то в стиле карандаша пилоток или же с розовыми вот этими румяными с розовыми блесками и полупрозрачными розовыми помадами это тоже такой своеобразный тренд и мне он очень по душе самый светлый холодный нюд тоже с нюдовыми помадами это 17 в оттенке 2 он гелевый он пигментированный он мега стойкий конечно пупа надо еще что-то говорить в номере 4 у меня во всех отваливается этот спонжик и у меня каждый карандаш от пупы в конце использования выглядит так чудесное средство тоже любимец и два карандаша которые очень сильно похожи по цветам не уверена что урбан дикей карандаш лайер все еще продается он гелевый он застывающий сегодня он у меня на губах ну правда я прибежала вот полдня уже ходила с этими губами надеюсь они еще до сих пор есть и снимаю в два часа дня очень хорошее средство тоже не первый и не последний раз просто достала какие-то там запасы но я использовала наверное штук пять таких и вот если он уже не продается то есть чуть менее кремовый но тоже пигментированный от мак уилл это холодный нюд таки может чуть-чуть ну красноватый это просто я знаю подтоны да могу вам сказать что здесь что-то есть но тем не менее это точно не красный карандаш это холодный нюд очень красивый оттенок и качество у них всегда на уровне уже столько лет это до сих пор хит продаж мак одна из любимых помад которую я никогда не показывала на ютюбе это мак линейка powder kiss я ее кстати обменяла за шесть использованных упаковок то есть абсолютно бесплатно получила и приносит шесть использованных в мак фирменный магазин в польше можешь выбрать любую помаду и из линейки powder kiss тоже я себе выбрала оттенок с altriness номер 304 она сегодня у меня много часов на губах давайте обновим она матовая но она не такая знаете тугая то есть она скользит по губам на губах она неплохо держится я чаще всего ношу ее с карандашом потому что у меня невыразительный контур и вот что касается цвета то он наверно больше всего похож на карандаш pillow talk то есть это смесь всего и сразу мои губы только ярче лучше и такой комплементарный цвет так же мне нравится улажняющая помада от ss которую я купила еще в хорватии у кстати она так и называются увлажняющий нюд оттенок 303 это как сильно такая нюдовая чуть-чуть коричневая рябина но на губах полупрозрачная и даже с золотистыми макияжами какими-то летом я довольно часто использовала она даже не кремовая а скорее как гелевая дает полупрозрачный цвет увлажняет губы она не очень долго держится но цвет мне настолько сильно понравился из люкса у меня ничего похожего нет но эта помада мега приятно в использовании и запах не навязчивый не пахнет дешевой косметикой также особенно в холодное время года мне нравится наносить более темный нюдовый карандаш на губы именно холодной и по центру добавлять немного помады с матовым финишем но гораздо светлее потом пальцами это все растушевываю получается такой красивый градиент и при этом стойко и я хотела себе купить помаду от dior dior в оттенке 100 по моему так и называется нюд а потом случайно встретила очень похожую только раз в десять дешевле это golden rose линейка нюд лук и оттенок 03 холодный розовый нюд у них вообще хорошие матовые помады как в стиках так и жидкие просто выбирайте цвет который нравится вам и это вот такой классический холодный нюд который мне нравится носить с более темным карандашом стойкая приятная матовая помада и пожалуй последняя помада на сегодня из вот такой золотистой линейки от бренда поэзо это классические матовые помады у них чудесная пигментация они немного суховаты то есть не стоит ожидать что она будет так легко наноситься на губы но я обычно использую что-то увлажняющее пока там крашу тон глаза и в конце с вот этой помады у меня нет никаких вопросов но имейте ввиду что это прям такой мат мат да и мне больше всего нравится оттенок в номере 103 это как очень насыщенный красивый нюд не стоит ожидает что она будет светлая нет это выразительная помада на губах как будто нюд выкрутили на полную громкость такая она видите упаковки захотелось даже показать вам поближе кстати упаковка закрывается на магнит так она тяжеленькая вообще создается ощущение люксовой помады эта помада тоже частенько на мне во влогах особенно в последних вот если видите что-то нюдово холодная это она если что-то поярче это помада мак она неплохо держится на губах и можно использовать даже без карандаша но я как-то так привыкла беру например whirl добавляю эту помаду и получается такой осенний красивый цвет на губах и при этом стойкий ну и в конце я хотела бы представить вам свой новый аромат со мной приключилась такая история что мне в принципе нравятся те ароматы которые я использовала летом но сейчас мне хочется чего-то более сладкого теплого уютного элегантного и такой аромат который бы тебя обнял отогрел возможно даже разморозил в тебе какие-то чувства и знаете чтобы тебя посадили на коленке и на ручке обняли и сказали что все будет хорошо и чтоб так пригрелся но при этом оставался женщиной ну так как я рассказываю о женской парфюмерии то в моем случае это именно так и и я начала перебирать свои ароматы с прошлых лет именно зимние я все храню в шкафчике и носила то 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 и как там не знаю не хочется мне возвращаться в прошлое и ничего меня так не радовало скажем так я пошла в сифору перепробовала кучу ароматов мне ничего не понравилось и я добралась до своих пробников которые у меня тоже есть в большом количестве так как когда ты что-то приобретаешь из косметики зачастую тебе кладут еще и пробники я нашла аромат которому несколько лет он довольно популярен его часто выбирают для себя женщины и я его пробовала в магазинах и тогда он просто мне показался классным и я оставила его обратно на полку но когда я начала пользоваться пробником я поняла что это то чего требует моя душа сейчас для меня аромат это то что задает мне настроение на целый день иногда меня подбатривает иногда меня согревает иногда наоборот создает атмосферу праздника радости искрится бурлит привлекает внимание окружающих а иногда хочется аромат для себя возможно с тонким шлейфом или со шлейфом погромче короче я остановила свой выбор на аромате от бренда Yves Saint Laurent это Libre Intense у меня кстати более такая насыщенная версия и я не могу сказать что она как-то кардинально отличается от классической то есть чтобы это были два разных аромата нет но вот за что я люблю Yves Saint Laurent это за то что он создает в принципе современную классику это касается не только парфюмерии но и декоративной косметики это всегда современные формулы это как вроде что-то на каждый день но при этом по-польски это называется с позуром с такой ноткой дерзости что ли и это считывается даже уже с самой упаковки мне очень нравится что это не просто классика в каком-то старомодном таком издании хотя классика это навсегда это всегда очень сдержанно элегантно красиво и лаконично а здесь вот что-то такое с дерзинкой и аромат насыщенного янтарного цвета но самое главное это конечно же композиция обычно я или выбираю онлайн аромат по описанию смотрю какие там ноты а здесь было немножечко по-другому я нанесла аромат на себя и с одной стороны ты просто наносишь его и думаешь приятно достойно так качественно люксово это тот аромат который действительно понравится большому количеству женщин и с люксом часто так специально создают что-то что будет нравиться массе скажем так вот но потом когда ты разнашиваешь его в течение дня я не могла понять что же вот в конце кстати в версии интенс гораздо ярче и отчетливее считывается это лаванда и это тот компонент который часто используется в мужской парфюмерии и в женской но во всяком случае я пока что не встречала у меня было довольно много ароматов и по сей день есть и вот нотки лаванды у меня никогда не было и наверное это то что делает аромат не слишком таким густым навязчивым вот липким от которого хочется отмыться а в нем есть какая-то такая сухость что-то что делает его не просто хорошей достойной качественной классикой но и с какой-то вот такой интересной ноткой и в версии классической либерта вот эта лаванда она не так ярко ощущается и по прошествии времени она вообще исчезает а в версии интенс она все-таки остается и здесь есть ваниль но в умеренном количестве это во мне лавиабель от ланком это нечто совершенно другое этот аромат не так часто встречается на улице он не такой навязчивый он не вызовет головную боль у вас и окружающих при условии что вы любите сладкие ароматы потому что это все-таки категория сладких и по моему мнению его можно отнести к категории именно осенне-зимних но возможно на раннюю весну летом тем более интенс но нет хочется чего-то более такого компотного легкого и это тот аромат который не нужно прям сильно разгадывать вот как у меня есть ароматы байретто иногда это пахнет вообще как журналом таким свежим из печати да нет это аромат который задает уют который даже дает тебе какой-то комфорт и вот эту теплоту но не навязчивую это не колючий шерстяной свитер это это просто хорошая достойная база на каждый день с интересной вот этой лавандовой ноткой которая как раз делает его не таким вот отталкивающим отталкивающим конфетно-сладким беззаботным вот я девочка-припевочка такая все будет хорошо а здесь что-то более такое интересное если бы лаванды не было он был бы просто классным люксом а здесь что-то новое что-то что цепляет тебя что-то что привлекает и не делает его вот как Каролина Хереру good girl да когда этой сладости слишком много но это однозначно сладкий аромат но назвать его восточным у меня язык не поворачивается потому что он все-таки не настолько какой-то гурманский да и это аромат такой современной стильной леди которая одевается модно удобно которая выбирает качественные ткани но это не так как Armani Code где я представляю себе женщину на каблуках да в каком-то мужском костюме и от нее прям прет вот знаете такой женской энергетикой такой такой женщины наверное даже успешной состоявшейся а это аромат женщины которая просто несет себя достойно она ведет себя соответствующе так возможно даже в каком-то плане сдержанно это не тот аромат от которого все будут оборачиваться и думать о господи кто это что это это аромат в первую очередь для себя для вашего уюта комфорта для летнего настроения можно нанести на шарф на шубу на свитер да и кстати я в течение дня не особо его ощущаю но когда я снимаю свитер например да я четко чувствую его и думаю блин какой он классный он правда такой и в пир и в мир именно на холодное время года каких-то вот ярких ассоциаций да он меня не вызывает но опять же то что тебя укутает отогреет так как я сказала в начале и это действительно аромат который понравится многим если вы предпочитаете такие ароматы как the one от дольче габбана только вот здесь вот эта лаванда как раз и создает всю движуху вокруг него потому что не было бы лаванды я бы сказала что это какая-то проходящая история просто хороший но поехали дальше а тут мне прям захотелось купить я правда взяла себе 30 миллилитров чтобы все это не застаивало и чтобы я смогла закончить его до конца здесь есть и белые цветы и такая умеренная сбалансированная ваниль и бергамот и апельсин только вот эти фруктовые нотки они ощущаются только в самом начале такой бодрящий звоночек да когда наносишь но чем больше он на тебе находится тем ярче он становится тем слаще и в самом конце как вишенка на торте это лаванда в самом прекрасном проявлении и также здесь якобы есть какие-то древесные ноты но честно говоря на себе я их особо не считываю и здесь не настолько яркие белые цветы как в армане коут как в муглер элиэн да это что-то более спокойное да это как надеть джинсы качественные идеально сидящие белую рубашку тренч модные лоферы надеть стильные очки хорошую качественную сумку пойти сначала в офис потом потусить с подружками куда-то или просто пойти на ужин или потом отправиться в театр и везде вот этот аромат будет уместен это не тот притягательный афродизиак как это бывает в парфюмерии на которые будут липнуть все мужчины это скорее как дополнение к вашему образу когда вся одежда хорошо подобрана по фигуре когда у вас не слишком яркий но при этом современный макияж скрывающий недостатки подчеркивающий ваши достоинства и укладка у вас не фееричная да а что-то современное легкое ухоженные волосы ногти и вот такой аромат классика в лучшем проявлении но опять же с вот этой лавандой которая как мне кажется еще и оказывает на меня успокаивающие действия потому что многие ароматы сейчас для меня слишком яркие какие-то такие хочется чтобы он побыстрее выветрился а этот мне тоже хочется еще добавить немножечко в течение дня не потому что он уже улетучился куда-то да а потому что я снова хочу его ощутить в полной мере но он меня совершенно не напрягает и я бы никогда не подумала что куплю себе либр достойный неплохо держится этот гораздо больше чем классическая версия и я уверена что многим из вас он понравится еще раз повторюсь для меня это современная классика для настоящих уверенных в себе леди на этом у меня все надеюсь что вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх а на этом мы с вами прощаемся и пока пока до новых встреч уже совсем скоро я чуть приболела это все последствия стресса год оказался не просто сложным не в таком глобальном плане да а крайне сложным для нашей семьи потому что он связан еще и с потерями потерями близких и я не знаю вот это терапевтическое действие ютуба бесценно и в любой непонятной ситуации перебирай банки оля тебе станет легче или убирайся дома это то что помогает мне сохранить свою психику и не рассыпаться окончательно во всяком случае поэтому держимся вместе все когда-то обязательно закончится и это тоже если вам необходима была поддержка то я с вами пока-пока увидимся скоро